Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся в экотехнопарке и здесь кипит работа не только в плане подготовки к экофесту, но также и на давно готовой прогулочной транспортной линии, но также начато строительство и совершенно новой транспортной системы. Попытаемся получить для вас обо всем этом комментарии самого генерального конструктора закрытого акционерного общества струнной технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого. Анатолий Эдуардович, вот сразу вопрос возникает. Вот всем вроде бы хорошо знакомая опора полужесткой путевой структуры, легкой транспортной системы. Почему-то здесь какое-то усиление, какой-то металл, какие-то гайки, болты, извините, но расскажите лучше, что здесь происходит и почему? Сейчас и на кофесте, и вообще в будущем мы хотим изучить работу этой системы уже под большей нагрузкой. Мы хотим, чтобы здесь ездил по кругу юнибус, весом 3,5 тонны. 14-местные. 14-местные, да, но и возможно большая нагрузка в будущем. Поэтому мы сейчас легкую трассу переводим в разряд уже тяжелой трассы. Мы хотим увеличить грузоподъемность системы, эстакады в пять раз. Это мое решение, чтобы показать развитие, и что мы можем любой адресный проект делать поэтапно. Допустим, через 20 лет, 30 лет, 50 лет увеличится объем перевозок. А вообще-то любая дорога строится на перспективу. И что мы будем сейчас строить на ту перспективу и в пять раз дороже дорога будет? Она же не будет окупаться. Потом можно сделать легкую систему, отработать свою, она окупится, а потом реконструировать. Причем реконструкция будет дешевле, чем строительство. И таким образом можно более грамотно реализовать адресные проекты и на любом этапе существования проекта он будет окупаемым и рентабельным. Спасибо большое. А что касается строительства абсолютно новой транспортной системы, я увидел, что уже одна анкерная опора почти готова, вторая строится. И завезены металлические конструкции для, похоже, промежуточных опор. Что это? Это суперлегкая система. Она будет легче, чем так называемая прогулочная система. Там природы будут 200 метров и легкие транспортные средства будут ходить. Еще легче, чем юни-байк? Да, монорельсовые и берельсовые. Поэтому мы тоже делаем два в одном, чтобы на одной же трассе показать, как можно подножить тоже к трассе. Там колея достаточно широкая, может ехать и монорельс, и берельсовая. Монорельсовая дорога будет двухместный модуль, а берельсовый четырехместный и грузоподъемность, ну, килограмм 200-300-400, это как «Жигули», как «Запорожец». В советское время дачи кормили всю страну, потому что в магазинах ничего не было, и, естественно, всю еду выращивали на даче. Ну, чем перевозилось? Пакет из сумки, ну, электричками, там, поездами и «Жигулями», ну, 200 килограмм, ну, 4-5 мешков картошки больше не везешь. Поэтому это аналог вот этой транспортной системы, которую может, видите, накормить даже всю страну. И по этой легкой системе можно перевозить миллионы тонн грузов в год. И не надо, допустим, строить какую-то глухую деревню в Сибири, через реки шириной по 2 километра, скоростную железную дорогу с томностью 100 миллионов долларов за километр. Вот надо положить вот такую дорогу с томностью 200-300, максимум 500 тысяч долларов за километр. И решить проблему доступности любой точки огромной страны России. Ведь везде должна быть разумность, оптимизация, так же? Необходимо и достаточно. Конечно. Мы так и поступаем. Так вот, если говорить о том, что мы там реконструируем, я сейчас покажу на доске. Ну, начну с опор Г-образных, так называемых, клюшек. Вот они примерно так устроены. И заделаны в фундаменте. Если мы дадим большую нагрузку в 5 раз, то, естественно, здесь и сгибающий момент, и тут же еще и ветровая нагрузка действует. И на опоре, и на путь, и на подвижной состав. Поэтому они вместе. Просто опора сломается в этом месте, где максимальный сгибающий момент. Поэтому нужно усилить вот это тело опоры. Мы это сделали уголком. И соединили пластинами. И закрепить усиление фундамента. Мы это тоже сделали. По этому опору сейчас выдержат нагрузку в 5 раз большую. При этом фундамент был сделан с учетом большей нагрузки. Сам фундамент. И таким образом мы сможем пустить более тяжелое транспортное средство. В данном случае Юнибус. Фундамент, который пойдет на очень малой высоте. Буквально полметра. Это то, что касается опор. Если взять путевую структуру, то у нас это труба прямогонная стальная. Причем очень маленькой высоты. Всего лишь 120 миллиметров. Ну это вот. Это объяснить ревиз. Поэтому эта высота недостаточно, чтобы держать большие нагрузки. Чтобы канаты, они идут с провисом вот таким. И все это заполнено битубой. Это висячий мост. Что такое висячий мост? Вот один пилон, вот второй пилон, вот балка жесткости, по которой едет транспорт. Есть канат несущий и есть подвес. Что такое струнный рельс? Балка жесткости. Несущий канат. И подвеска до заполнения. Это висячий мост. Просто я как инженер сумел висячий мост сжать до рельса. Подобрав усиленное натяжение, массу, размер и так далее. И поэтому, естественно, сжать до 120 миллиметров было тяжело. Но мы это сделали под малую нагрузку. И естественно, здесь нет такого перееба, здесь седло, но внутри рельса есть тоже седло, естественно. Иначе струна может сломаться. Поэтому внутри тут тоже есть седло. И механическое крепление не только с помощью бетона. Там еще механическое крепление внутри рельса. С-образные штыри. Да. А там внутри это залито бетоном все. И поскольку сейчас, если мы дадим большую нагрузку, а мы, кстати, не стремились здесь сделать ровный путь и противогиб, тем более, мы стремились сделать так, чтобы под нагрузкой была волнистая поверхность, которую я показывал, по которой движется транспортное связи. Женой волны 40 метров. И такие допустимые прогибы, как и там, порядка 100 миллиметров под нагрузкой. То, что сейчас едет. А мы сейчас хотим больше упустить транспортное средство и оно более тяжелое. То есть это больше 14-местный юнибус или еще что-то больше? Нет, его можно более тяжелое еще, до 5-ти тонн. Просто 3,5, я помню. 3,5. Мы делаем сейчас до 5-ти тонн, чтобы оно было. Ну, 3,5 это естественно. Поэтому есть уже решение, мы его уже реализуем и уже фактически работа вся заканчивается. Мы делаем это с помощью, это внутренние струны, внутри, вот они здесь находятся. Три каната, в данном случае, которые зафиксированы и за это заполнены готовы. А у нас два рельса, две трубы стальные, которые вот там внутри струны. Вы, может, все секреты не раскрываете, может быть? Ну, это такие секреты, они у него писаны в монографии и 100 вопросов, 100 ответов. Там все-то есть. Надо просто почитать. Никто не хочет читать, ленятся. А вот не хотят просто. Так. Критиковать же лучше, легче, когда ты не знаешь, что ты критикуешь. Когда знаешь, то уже как бы вопросов для критики нет. А тролли ничего не считают. Потому что когда не знаешь, кажется, что ты знаешь все, да? Да, это иллюзия, конечно. То мы это делаем с помощью струн внешних, которые вот мы здесь размещаем. И эти струны так же будут идти, да? И мы можем вывести их и выше, то есть увеличить там высоту. Балки, да? Где мы зашиваем. И поэтому мы с помощью внешних струн не только уберем провисции, мы сделаем противоволит. С заданной, опять же, величину, чтобы потом ехать по ровной дороге, под определенную грузку. А если будет нагрузка больше или меньше, то либо, если больше нагрузка, он будет вниз идти, неровность, да? Ну, в пределах допустимой. А если меньше нагрузка, то будет бугорок не ямка в пролете, а бугор будет в пролете. А ямка будет на опоре. Да, если будет легкое транспортное средство, которое не сможет сильно ее прогнуть, да? Понятно. И поэтому делается всегда оптимизация, чтобы в этом допустимых пределах это все было. И это все уже, ну, покажем на кофесте и будем катать наших гостей, наших инвесторов, партнеров. Вот, и в том числе по прогулочной трассе, которую мы превратим буквально за несколько месяцев в городскую полноценную трассу. Продолжение следует... Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект. И тогда даже ваши достоинства будут усилены. Строй Skyway! Спасай планету! Продолжение следует...